Ну что ж, пока все рассаживаются Я хочу сказать огромное спасибо культурному центру ДОМ Который приютил нас сегодня Ну, конечно же, на главной премьере моей жизни Фильм, который называется Юра-музыкант Вот, и начать я хочу вот с чего Когда мой нежный друг Николай Борисович Картозе Который, собственно, и благословил этот фильм В такую долгую дорогу Узнал, что, наконец, уже будет премьера Он мне сказал Паш, куда спешить-то? Может, что ж так спешишь? Может, еще поработаешь чуть-чуть? Вот, действительно, мы этот фильм снимали 11 лет И 11 лет с момента первой съемки И до момента последней съемки прошли Конечно, мы не были рядом с Шевчуком Все эти 11 лет каждый день Но мы пытались Пытались быть Пытались быть И я хотел бы сейчас перед этим фильмом Поспользоваться правом временного хозяина этого зала И как раз предоставить слово человеку, который благословил этот фильм И который дал мне его сделать Николай Картозе Коль, скажи, пожалуйста, пожалуйста Друзья, я совершенно не собирался выступать Но я страшно рад вас видеть Я вообще человек не публичный И плохо дается речь на публике Я волнуюсь и страдаю Нет ни одного оператора в городе Москве Режиссера, постановщика, старшего оперпоста и так далее Я просто не знаю Больше тысячи, наверное, знаю Которые бы не снимали этот фильм Продюсеры программы «Максимум» Главный герой Центральное телевидение По-моему, еще даже на Медне Больше ста или 150 человек Работали над этим фильмом Мне кажется, честные титры этого фильма В принципе, заставили вас бы провести здесь время до утра понедельника Паш, и будет много обиженных Да потому что просто ты склеродик, ты не можешь вспомнить У тебя только 17 режиссеров приступало к этому фильму Но восхититься, конечно Вы все сами сможете оценить эту сабу Я не знаю, предупредил ли Паше, что идет она 8,5 часов И это только короткая попсовая версия Те, кто не сможет идти, потому что выпили со снотворным Приглашены на полную режиссерскую В 18 часов И еще с последующим обсуждением И Паша, 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 но больше всего мне интересно, конечно, было бы сейчас посмотреть в глаза Юрия Ильяновича Паша почему-то не рассказывает вам, видимо, в зале, поскольку присутствуют родители и так далее Паша рассказывает эту историю не совсем так, как обычно он ее мне рассказывает И целые пласты лексики выпали А это, друзья, потеря Потому что первый раз, когда Юрий Ильянович увидел этот фильм, он сказал Ты что, 11 лет? Вот Друзья Я сам жду с замиранием и нетерпением Не знаю, почему я так долго говорю Паша, твой день 11 лет ты ждал этого Значит, потом вторую серию будем делать Один, парень Цирков Кинчев Сукачев И смерть Все, спасибо, друзья Хорошо вам просмотрит Спасибо, Родин Ну что, вы позвольте мне, да, еще пятиминутку Оскара Дело в том, что уже после фильма, я боюсь, мне не дадут говорить Вот, поэтому я хотел бы сейчас сказать быстро Быстро, еще тоже несколько, несколько спасибо Я вот просто сейчас смотрю на вот эти лица Такое количество родных, близких, друзей Ну такое ощущение, что мы в куринке Останкино где-то, да? Вот, ну кто курит? Или в кафе Макси где-то в Останкино Действительно, просто вот Ну извините, пожалуйста, я вообще волнуюсь И спасибо вам огромное, что вы пришли И спасибо огромное, что нашли время в этот теплый солнечный день Январский, потратили свое время Вот, я надеюсь, что этот час 27 минут 40 секунд Полетят для вас интересно, незаметно Ну а теперь мы, наверное, начнем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Игорь Курский, Павел АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Диордик Угарович, Сиротенко Иди сюда! Ира Калинина, где она, моя любовь? Иди сюда, мой ангел Иди, пожалуйста, пожалуйста Иди сюда! Ребята, все, пожалуйста Паша Брготоренко, Николай Ильич Новый Все, вот Идите сюда, пожалуйста Я прошу вас Спасибо, Ирочка, спасибо. Ира, мой добрый ангел. Ира Калинина, которая устроила этот показ, которая меня заставила устроить этот показ, потому что она вот, она вот ниоткуда не взялась. Если бы послал мне в долг, я не знаю. Когда кончились все деньги на этот фильм, она появилась ниоткуда. Ира, куда ты уходишь? Где? Ребята, все, пожалуйста. Ну, давайте, да, давайте. Все, кто работает. Давайте, Сиротенко, Угаров, Малашенко. А не курят, наверное. А не курят. Я один здесь буду? Ну, вы странные. Ребята, вся съемочная группа, пожалуйста, идите сюда. У меня к вам есть. Ну и, да, шеф-редактор, шеф-редактор Светлана Зарадученко. Где она? Вот, вон они все. Идите, идите, идите. Вот, наши продюсеры. Ну, наши продюсеры, наши комиссионные продажи, операторы. Если сейчас кто и не выйдет, я не прощу, пожалуйста. Ну, да, слушайте, там 30 человек. Он вообще в титрах. Сергей Морозов. Сергей Морозов. Человек, который был с Шевчуком гораздо больше, чем мы все вместе взяты. Света, давайте, давайте, давайте. Ну, кто еще? Да, давай, ну. Ну. Ребята, вся съемочная группа, пожалуйста, все, кто участвовал. Видите, все. Дело в том, что этот, вот, Андрей Сиротенко, один из операторов-постановщиков этого фильма, он однажды сказал очень правильную фразу. Он сказал, что это благотворительный марафон имени Шевчука. Вот. И практически все, кто работал на этом фильме... А где Павел Боготыренко, наш звукорежиссер? Где он вообще? Где? Паша? Где он? Давай, Паша, иди сюда, да, вот. Практически все, кто работал. Вот, вот, вот человек, который сделал этот фильм. И огромное количество людей, которые работали на этом фильме, они работали фактически бесплатно. Только потому, что это Шевчук, только потому, что это ДДТ. И Шевчук вообще был такой некий пароль, да, когда я произносил... Слушай, не хочешь поснимать фильм про Шевчука? А мне говорят, да, я буду снимать фильм про Шевчука. Вот, я хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто поддержал меня в этом трудном деле. Ну, в первую очередь, простите, ребят, 5 минут. Ладно, дайте мне, пожалуйста. Спасибо. Я хотел бы сказать спасибо шеф-редактору этого фильма, Светлане Заратученко. Это все визит, что Светлане Селиной, она моя дина. Человек, который, на удивление, так и не убил Шевчука во время совместного монтажа, как они это не пытались сделать. Свет, Свет, огромное тебе спасибо. Светлана Заратученко. Ко мне пришел Жора Угаров и задал страшный вопрос. Хочешь снимать Шевчука, сказал он. И я, в общем, не нашелся ничего другого. Я сказал, да, хочу, конечно. И вот с этого все началось. Жора много лет был рядом со мной, снимал этот фильм. И огромное количество кадров, уникальных кадров, это его рук дело. Вот этих рук, ребята. Андрей Сиротенко. Андрей Сиротенко, мой друг, который заставлял меня снимать этот фильм. Заставлял. Я был на грани отчаяния очень часто. И он мне говорил, что мы должны это сделать. И однажды он меня чуть не толкнул под поезд, чтобы я продолжал снимать этот фильм. Да, это было именно так. Когда я сказал, что я не хочу больше снимать этот фильм, он сказал, я тебя сейчас толкну под поезд. Вот, и почти это сделал. Андрей Сиротенко. Костюм. Дело в том, что, ребят, у меня единственная возможность их поблагодарить, потому что ребята работали бесплатно. Ну, Света я про тебя уже сказал. Антон Малошенко. Человек, который сделал этот фильм как режиссер монтажа. Все, что вы видели, и все, что вы видели, все склеили, все кадры, вся вот эта фантастическая, философская вот эта нить фильма, да, это заслуга этого человека. Заслуга вот этих рук. Человек, который провел, я не знаю, наверное, месяца два за монтажным столом, без сна. И я не знаю, почему ты такой розовый, вообще-то белый. Когда я его видел, он все время был бледный, потому что он не спал много-много ночей. И тот фантастический трейлер, который вы видели, наверное, вот этот философский, это и был. Я вам рекомендую это. Лучший режиссер монтажа сегодняшней России. Танечка Степовая, моя любимая, продюсер, которая уговорила Шевчука на невозможные вещи. Она записывала с ним интервью в таких местах, где вам и не снилось. Танечка, дорогой, спасибо. Паша Богатыренко. Это человек, который сделал звук этого фильма, который вытянул все то, что мы пробормотали с Юрием Ильичем в наши микрофоны. Человек, который сделал этот фильм звучащим. И звук этого фильма вот этими руками. Танечка Степовая, который был с Юрием Ильичем очень много лет. И многие кадры, архивные кадры этого фильма вы видели сегодня и в Чечне, и не в Чечне, и человек, который меня очень сильно поддерживал. И когда я тоже был на грани отчаяния с этим фильмом, говорил мне такие фразы, которые меня вытягивали из пропасти отчаяния. Спасибо тебе. Спасибо. Ну и мой добрый ангел. Спасибо. Мой добрый ангел, да, Ира Калинина. Ура! Давай! Человек, который не давал мне опустить руки. Человек, который мне помогал и деньгами, и советом, и простыми словами одобрения и ободрения. Спасибо тебе, спасибо тебе огромное. И я очень надеюсь, что мы сделаем еще что-нибудь такое. Ты как продюсер, а я как Афа. Спасибо вам огромное. И я вам очень благодарен. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо! С праздником!